В начале октября, на длинный солнечный уикенд, я отправилась в Нормандию подышать соленым воздухом. Там, в этот приезд, меня поджидали два открытия. Сады Трита, о которых я рассказывала в одном из предыдущих видео, и вот этот солидный дом в деревне Вилькье. Дом этот сейчас в музее Виктора Гюго, хотя писатель бывал в нем всего несколько раз. Пока я рассказываю вам подробности, вы любуетесь садом и интерьером XIX века. Итак, это нормандское поместье на берегу Сены принадлежало богатому семейству судовладельца Вакири. Один из сыновей Вакири, Шарль, это он, со взором несколько потухшим, влюбился в дочь Виктора Гюго, Леопольдин. Ей было 15 лет. Девушка ответила взаимностью. Обвенчалась пара через 4 года в парижской церкви Сан-Поль. Дело было в феврале 1843-го. Примерно через полгода молодожены приехали в родной дом жениха. По делам отправились к нотариусу. Решили плыть. В лодку сели Шарль с женой Леопольдин, дядя Шарля и племянник Шарля. На обратном пути лодка перевернулась. Утонули все. О гибели любимой дочери Леопольдин Гюго узнает из газеты. И смерть ее переживал он очень тяжело. Приезжал сюда в деревню Вилькие посидеть у могилы дочери. Она с мужем похоронена на местном кладбище. В доме музея воссоздана атмосфера второй половины XIX века. Множество фотографий писателей, его близкого окружения висят на стенах. В витринах всякое разное. Вот, например, в этой витрине издание памфлета против Наполеона III. Наполеон Леопюти. Наполеон Малый. Открытая оппозиционность власти стоила писателю очень дорого. А вот часы из красного дерева и золоченой бронзы в виде собора Парижской Богоматери. Это подарок Виктору Гюго от его издателя после выхода знаменитого романа «Собор Парижской Богоматери». Экспозиция этого дома-музея небольшая. Она живет на двух этажах. Даже равнодушные к творчеству и фигуре главного французского писателя XIX века не заскучают. И, я уверена, получат эстетическое удовольствие. Сад малый да удалый. Сами видите. И если со смертью вы уже договорились, то напоследок идите тропой Гюго на местное кладбище. Найдите там могилу Леопольдин, откройте интернет и прочтите короткое стихотворение в переводе Михаила Яснова. «Я завтра поутру, еще в тумане сонном, ведь ты так долго ждешь меня. Пойду опушкою, пойду тенистым склоном, ты знаешь, без тебя мне не прожить и дня. И замкнутый в себе, весь в мыслях о разлуке, не видя, что вокруг, не слыша, что кругом, пройду, сутулившись, сложив печально руки, один, как будто ночь настала ясным днем. Я не увижу даль, покрытую дымками, не солнечный арфлер, закатом залитой. Приду и положу на твой могильный камень зеленый астралист и вереск золотой».